Здравствуйте, дорогие наши зрители! Сегодня мы с вами поговорим о таком явлении, как детский церебральный паралич. В нескольких лекциях мы уделим внимание этой теме и попытаемся разобраться с тем, что вызывает довольно большое количество вопросов. С одной стороны, с другой стороны, достаточно тяжело ощущается родителями, потому что многие не знают, почему это произошло, что с этим делать и так далее. Ну, давайте мы начнем по порядку. Попытаемся сегодня разобраться с тем, почему это возникает, что это такое и что можно считать детским церебральным параличом, а что этим не является. На самом деле, детский церебральный паралич – это не заболевание и не диагноз, это совокупность симптомов, которые вызваны какими-то повреждениями, какими-то изменениями, двумя факторами. Либо вне, внутриутробном развитии, то есть когда плод еще находится в чреве матери и развивается, либо в ситуации, когда происходят роды. Вот давайте потихонечку, значит, выясним, что же в этот момент происходит. Дело все в том, что определенные нарушения, определенные сбои в развитии плода внутриутробно приводят к изменению определенных структур, к недоразвитию определенных структур, в частности и прежде всего, это кровотока коры головного мозга. Дело все в том, что в коре головного мозга располагаются многочисленные центры, которые, анализируя сигналы внешней среды, способны принимать решения для выполнения тех реакций, которые необходимы организму для вызывания. И вот смотрите, что происходит. Дело все в том, что как... Давайте сначала мы поговорим немножечко о норме, как это происходит в норме, и тогда будет понятно, как это... что нарушается, собственно говоря. Так вот, в нормальной ситуации человек реагирует на сигналы внешней среды совершенно определенным образом. И эта реакция на сигналы внешней среды ответная реакция называется рефлекс. Рефлекс осуществляется по рефлекторной дуге, то есть клетки-рецепторы, воспринимающие сигнал, переводят этот сигнал на чувствительный нерв, он идет к коре головного мозга в соответствующий центр, там этот сигнал переключается на двигательный нерв, именно туда, куда нужно двигать мышцы. И эта мышца двигается. Самый простой пример этой ситуации, это, ну, скажем, когда мы дотрагиваемся до горячего чайника или утюга. Смотрите, мы дотрагиваемся, клетки-рецепторы пальцев воспринимают горячий сигнал, то есть горячее ощущение, и мы это ощущаем из-за того, что чувствительный нерв воспринимает это первым, что горячо. Дальше этот сигнал поступает в соответствующий центр коры головного мозга, переключает на двигательный нерв, двигательный нерв сокращает двуглавую мышцу плеча, и рука отдергивается. Это, да, я долго говорю, но несколько доли секунд этот сигнал поступает. Так практически осуществляется любая реакция организма в ответ на внешнюю среду, и не только поведение человека, поведение организма воспринимается как ответная реакция, но и реакция органов и систем человеческого организма, то есть реакция сосудов, реакция желез внутренней секреции, выработки гормонов соответствующих, выработки каких-то и продвижения каких-то нервных импульсов, всё это замыкается на центры коры головного мозга, которые соответственным образом устроены, которые соответственным образом кровоснабжаются и иннервируются, поскольку там осуществляется постоянная работа, поскольку эти центры должны хорошо кровоснабжаться, хорошо питаться и хорошо иннервироваться, то есть хорошо реагировать благодаря нервным импульсам. Так вот, что происходит в период внутриутробного развития плода? Именно в периоде беременности, практически уже на ранних сроках, эти системы, эти комплексы начинают формироваться, и очень важно, чтобы в этот период не было никаких сбоев, что же может послужить толчком, приведшим к нарушению этого процесса. Ну, прежде всего, внутриутробная инфекция, причём это инфекция, которая не обязательно болеет именно плод, но болеет беременная женщина. Это может быть и микробы, и вирусы, и простейшие, и даже мать не будущая, мать беременная женщина, не ощущая и не проявляя клинических каких-то симптомов, каких-то болезней, может явиться причиной такого сбоя. Ну, в частности, так называемое носительство, когда вирус или микроб есть у женщины, и она не... То есть он там присутствует, не вызывая никаких клинических проявлений. А для плода он является вредоносным, и эти нарушения, эти изменения внутри плода в дальнейшем приводят к сбою в развитии вот этой вот цепочки, о которой мы с вами уже говорили, в каких-то нарушениях. Значит, это первый момент. Второй момент – нарушение в каких-то моментах формирования плода, нехватки микроэлементов, или, наоборот, попадание женщины в ситуацию, скажем, химического, биохимического какого-то лучевого излучения и так далее. То есть вот все факторы, которые способствуют нарушению развития плода, они могут привести впоследствии к рождению такого ребёнка с повреждением. Это первый момент. И этот момент достаточно часто выявляется. Выявляется на УЗИ, правда, на более поздних сроках. Выявляется при каких-то определённых анализах, когда у женщины выявляется носительство того или иного вируса. Ну, например, вот из опыта нашего центра, да, мы сталкивались с ситуацией, когда у ребёнка был найден антитела кори, когда, казалось бы, никто не болел, но антитела были найдены. То есть о чём это говорит? Это говорит о том, что благодаря носительству вируса кори у беременной женщины плод внутриутробно корью переболел, и ребёнок родился нездоровым. Вот мать об этом даже не догадывалась до тех пор, пока не произвели анализ. Поэтому обследование в течение беременности, оно необходимое, что самое важное, это не просто обследование, а принятие мер в ответ на получение результатов. Значит, ну а какие меры и так далее, мы об этом будем говорить позже. И второй момент, который всё-таки встречается, как мне кажется, из моего опыта, который, ну вот, страшно подумать, где-то около 40 лет работы вот в этой области, в области реабилитологии, восстановления больных детей прежде всего, говорит о том, что чаще ситуация связана, развитие вот такой симптоматики детского церебрального паралича, она связана с проблемой в родах. Что же происходит в родах, и почему довольно часто возникает ситуация детского церебрального паралича, именно как следствие определенного момента, определенных нарушений во время родов. Дело всё в том, что организм плода, как и организм человека в любом другом возрасте, он достаточно хрупок, и процессы, которые происходят в человеческом организме, они настолько сложны, что любой сбой, любое нарушение, любое даже микроповреждение, оно влечёт за собой, ну, так называемый, ну вот, сейчас у нас все технически грамотные, поэтому можно сказать такой термин, влечёт за собой такой технический сбой в развитии организма человека. Так что же происходит во время родов, когда возникает какая-то патология? Дело в том, что процесс родов – это чрезвычайно серьёзное испытание для плода и для рождающегося ребёнка. Испытание, прежде всего, заключается в том, что, проходя естественным путём через родовые пути матери, организм плода испытывает огромные перегрузки. И чтобы эти перегрузки выдержать, он должен проходить через родовые пути абсолютно идеально, абсолютно правильно. Почему? Потому что сила тяжести распределяется исключительно по одной оси. И вот представьте себе, что природа заложила в человеческом организме определённые возможности, иначе, ну как бы он нормально рождался, определённые возможности, которые заключаются в следующем. Наиболее слабое место оказывается, и наиболее уязвимое место для повреждения во время родов – это позвоночник. Потому что именно вдоль него, именно по нему располагается максимальная тяжесть при прохождении ребёнка через родовые пути. И вектор этой тяжести располагается по определённой оси. И как это происходит, мы расскажем вам после небольшого перерыва, чтобы у вас была возможность передохнуть, осознать то, что я сказал, и через несколько минут мы вернёмся продолжением нашего разговора. Поэтому, как говорится, оставайтесь с нами и смотрите вторую часть нашего сегодняшнего разговора. Пока всего доброго, до следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok